Гастроклуб Проводим им все возможные инструментальные, лабораторные методики и не находим никаких явных органических причин. Не находим язвы, не находим полипов, опухолей, камней и так далее. А пациент продолжает жаловаться. И вот если верить современным рекомендациям, то самыми эффективными методиками лечения таких пациентов являются психотропные препараты. То есть с чем мы сейчас сталкиваемся? Пациентов таких львиная доля и самыми эффективными препаратами являются, например, антидепрессанты или нейролептики. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что большинство гастроэнтерологов и терапевтов, которые сталкиваются с такими пациентами, наверное, понятия не имеют о том, как работать с такими препаратами. Мы все, львиная доля гастроэнтерологов и терапевтов, боимся как огня антидепрессантов, боимся их назначать, очень сильно боимся побочных эффектов. Точно так же на это реагируют и наши пациенты в большинстве своем, если они приходят и мы им говорим, а у вас болит живот, мы у вас не нашли язвы, мы вам полечили хеликобактер пилори, ничего не проходит, поэтому вот вам антидепрессант. То есть, если мы так скажем, то в большинстве случаев на нас посмотрят большими глазами и скажут, вы что, доктор, пойду-ка я к другому. Короче говоря, для того, чтобы нам разобраться в этом вопросе и понять, как нам работать и как быть современными врачами, на сегодняшний день я пригласила сегодня в студию врача, психиатра, психотерапевта Семиглазову Марию Владимировну. Мария Владимировна руководит психотерапевтической, да, звеном клиники «Рассвет», она кандидат медицинских наук. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, приветственные слова. Спасибо, что пришли. Очень рада, если это актуально и востребовано, и благодаря вам я здесь, да, так что расскажу все, что на данный момент мы можем применять, использовать. Ну, на самом деле, да, потому что я вот веду гастроклуб, мне кажется, уже больше двух лет, и очень часто ко мне обращаются врачи, чаще, конечно, гастроэнтерологи, которые говорят о том, что, ну, пожалуйста, расскажите нам, чтобы было понятно, когда, при каких заболеваниях, какие антидепрессанты, в каких дозировках. Ну, давайте мы, наверное, начнем с каких-то общих вопросов и начнем, может быть, с того, вот почему, да, почему антидепрессанты, психотропные, как их правильно называть, нейромодуляторы, почему они помогают, что ли, при этих заболеваниях функциональных, и как разобраться с этим пациентом, как ему донести, почему ему это нужно, да, потому что вот с вопросов коммуникации, наверное. Это действительно вопрос, потому что, ну, по сути, получается, что у нас в таких ситуациях врачебное решение, ну, занимает, я не знаю, там, очень короткий период времени, там, несколько минут, да, остальное, основную часть времени ты тратишь на то, чтобы действительно договориться с пациентом, что ему это надо, что и как это будет происходить, и чтобы в итоге это лечение состоялось. Потому что действительно сейчас история про то, что даже в своей практике, если она, условно говоря, далека от гастроэнтерологии, это тоже занимает определенное место, потому что мы антидепрессанты используем и для лечения тревожных расстройств, и для лечения расстройств сна, то есть это тоже требует как раз коммуникации объяснить, что человек говорит, у него нет депрессии, да, почему этот препарат. И я понимаю, насколько тяжело гастроэнтерологу выступать в роли человека, который вот вынужден с этим препаратом иметь дело. Но не иметь дело, получается, невозможно, как я понимаю, эта категория больных, да, очень такая многочисленная. И самая большая проблема, что вот наши гастроэнтерологические препараты, там, спазмолитики, например, прокинетики, там, антисекреторные, они этим пациентам очень мало помогают. И дальше он продолжает ходить, мучиться, уже, так сказать, какие-то хирургические иногда даже методы лечения, например. В отчаянии, да. Ну и понимаю так, что иногда и доктор в отчаянии, да, что я слышу часто от коллег, что это одна из самых тяжелых категорий пациентов. Именно вот вопрос, да, этой коммуникации. И запрос-то очень большой. Чаще всего получается, что люди длительное время, многолетняя даже история страданий, которые остаются, да, ну, так сказать, никак, да, нерешенными. А решение, по большому счету, есть. Хотя оно тоже имеет свои нюансы. Мы не можем, ну, условно говоря, обещать полного излечения, но работать над этим надо, да. Там, как бы, вот эти границы тоже возможностей важно понимать, и это будет честное взаимодействие. И оно, наверное, очень важно с самого первого, да, этапа, когда ты объясняешь человеку, в чем суть заболевания, да, почему именно антидепрессант нужен, и что мы можем получить от него. И, наверное, вот эта история, там, психообразования, да, про то, как устроена эта проблема взаимодействия мозга и кишечника, наверное, это вот самый важный этап, да, чтобы объяснить, почему вдруг. Потому что очень часто эта история, люди страдают не только от самого заболевания, да, от боли и симптомов, но есть еще другая часть страданий, которая связана с тем, что не принимается это даже иногда докторами, да, говорят, что это в вашей голове, и ничего этого, по сути, нет, да, или близкие устают и понимают, что это нерешаемая, да, какая-то история. Человек оказывается очень одинок в своем страдании. А вот как им донести и объяснить, что это нужно? Да, вообще вот история про боль, она, наверное, у нас будет там препарат долоксетин, и вот он, наверное, один из тех препаратов, который произвел революцию в этом понимании боли, потому что раньше считалось, что есть боль физическая, соматическая, да, телесная, и есть боль психическая. Но по факту это, если мы сейчас уже знаем, как наука говорит, то то, как устроены эти взаимодействия и процесс передачи боли, это один и тот же путь. По факту получается, что люди, когда приходят с функциональным расстройством и предъявляют жалобы на боль, то эта боль такая же реальная, как боль, если бы это была язва или что-то другое, ну, по сути. И тогда получается, что, с одной стороны, мы можем обрадовать человека, что у него нет такого серьезного заболевания. Это тоже важная часть, да, там объяснить, что вот у вас состояние-то не опасное, потому что повторяющиеся симптомы могут вызывать довольно много тревоги о том, что, а вдруг там все-таки что-то не нашли, оно же болит, оно же мучает, да, мешает спать иногда, да. Ну, то есть это, вот, онкология, там, ожидание, что вот там может быть какая-то хирургия случится, да, могу ли я куда-то ехать и так далее. То есть сама симптоматика вызывает довольно большой объем переживаний. Сами эти переживания, да, подкрепляют уровень, да, этих симптомов. То есть там уже все, как, как говорится, как масло в огонь, да, оно все идет. И очень важно объяснить человеку, что это история про, ну, условные, если так сказать, более тонкие настройки, да, которые мы пробуем решить с помощью антидепрессанта. И вот я начала историю про дулоксетин, и как раз-таки история про боль, это история про взаимодействие мозга и кишечника. Возможно, будет интересно на слайде посмотреть, да, он такой схематичный, но здесь как раз изображено, что есть довольно тесные связи мозга и кишечника. Они закладываются еще там, когда только формируется нервная трубка, и получается иннервация довольно мощная этого, ну, длинной кишечной трубки. И идет двустороннее взаимодействие, импульсы к мозгу идут, нисходящая регуляция идет вниз. Есть так называемая воротная теория боли, которая как раз говорит, что объем поступающей информации в мозг – это вот то, что может меняться, когда ты больше, когда ты меньше. И если человек приходит с симптомами такого плана, то чаще всего это нарушение как раз на уровне взаимодействия между мозгом и кишечником. Вот можно я скажу, правильно ли я это делаю, как я объясняю своим пациентам. Я говорю о том, что да, у вас нет депрессии, может быть, у вас нет никаких психических нарушений, но вот эти препараты психотропные, они, я говорю, снижают проводимость с нервных волокон, которые иннервируют кишку, к головному мозгу. И вы меньше воспринимаете все то, что у вас там происходит в кишке, потому что в кишке и в желудке очень много чего происходит. Происходит. Он постоянно сокращается, расслабляется, там идут пищеварительные процессы, там образуются газы, выделяется желчь, соляная кислота, панкреатические ферменты. Все это достаточно агрессивно, и мы это в норме ничего не чувствуем. Фильтрует мозг, да, какую-то часть мозга. У нас есть какой-то болевой порог, и у большинства людей, которые не страдают функциональными заболеваниями, все нормально в этом смысле, а люди с функциональными заболеваниями обладают так называемой висцеральной гиперчувствительностью. То есть, как я это объясняю, слишком активно у вас все эти сигналы передаются в головной мозг, и мы с помощью антидепрессантов пытаемся их немножко приглушить. Это верно? Ну так, на примитивном уровне? Это верно. Действительно, что есть вот этот элемент гиперчувствительности, который идет, объем этой информации, которой поступает мозг, он больше, чем, по идее, должен был бы быть. А вот на психоэмоциональный статус мы все-таки влияем? Это каким-то образом оказывает влияние то, что человек становится спокойнее, позитивнее? Ну, если у человека нет изначально, да, там, тревоги или депрессии, то прием антидепрессанта не изменит. Состояние может, ну, как бы, как бывает, да, там, вызовет на начальном этапе вопрос переносимости, а дальше оно все будет в пределах нормы. Ничего нового антидепрессант не вызовет. Если же есть история, да, про тревожные расстройства, это тоже будет, да, это как бы один из этапов, когда нам важно отследить, что в состоянии у пациента, и это может требовать выбора, да, какую тактику мы приобретем, какой препарат мы выберем. Давайте вот сейчас прям к практике перейдем тогда. Вот вопрос такой, первый, наверное, про то, что вот передо мной пациент, он жалуется на очень сильную, допустим, эпигастральную боль. Мы его попробовали полечить антисекреторными препаратами, чтобы снизить секрецию соляной кислоты, как это рекомендуется при эпигастральной боли. Мы исключили язву, рак, эрозии, исключили инфекцию хеликобактер, исключили камни в желчном пузыре, молодой там пациент, девушка 25 лет. Ну и, в общем, я прихожу к выводу, что это функциональная у нее боль, эпигастральная боль. И дальше я сажусь и начинаю думать, а какой ей назначить препарат? И, наверное, тут надо какую-то оценить совокупность, да, факторов, там, возраст, пол, какую-то сопутствующую психоэмоциональность. Вот расскажите нам, что мы должны оценить, прежде чем выбрать антисекретор. Ну вот, наверное, оценить. Кроме нозологии. Да, гастроэнтерологу важно понимать ведущий симптом со стороны, условно говоря, пищеварительного тракта, да, что там может быть. Это, не знаю, болевой синдром действительно, это диспепсия, это диарея, это запоры, да, или это вздутие. То есть то, что преобладает в жалобах, но зачастую может все это быть, да, в совокупности важно определиться, наверное, какой основной симптом, который, ну, в большей степени мешает человеку и ухудшает качество жизни, да, то есть то, что будет, там, так сказать, целевым. Но это гастроэнтерологу наиболее понятно, а вот дополнительно. Дальше мы смотрим, кому мы это будем давать, да, если мы оцениваем человека в целом, то это, ну, условно говоря, возраст, это то, что уже человек получает сопутствующие заболевания, потому что человек может прийти, уже имея диагноз, уже что-то получать, в том числе, может быть, и психотропные препараты. Это тоже важно. Если человек ничего не получает, нам важно оценить психологический статус его, ну, или как там, если, образно говоря, понять, есть ли там какие-то тревожные или депрессивные расстройства. А в состоянии это сделать, вот, обычный гастроэнтеролог-терапевт? Что мы можем использовать? Мы можем использовать шкалы, да, если, по большому счету, наверное, что-то будет заметно в коммуникации, да, какая-то часть будет тревоги выражаться в обилии вопросов, да, которые человек задает, вот когда он не успокаивается от того, что ему там объясняют, что это там не страшно, да, что он продолжает волноваться и переживать, а будет ли оно хуже или что-то еще. Это может быть в количестве посещений, да, что снова и снова записывается на прием и не удовлетворяется тем, что, да, там было рассказано. может даже проявляться тем, что человек боится просто принимать препараты. Он говорит, да, я, может быть, и понимаю, но мне страшно, я боюсь. То есть какая-то часть этой тревоги может звучать, но мы можем использовать и шкалы, которые помогут сориентироваться. Это может быть госпитальная шкала тревоги, это может быть шкала нагенерализованного тревожного расстройства, там всего 7 пунктов. То есть то, что можно в пределах визита дать человеку-то самоопросника хотя бы увидеть, если как-то баллы, да, там зашкаливает. Это уже будет показателем к тому, что мы должны это учитывать при назначении, при выборе, да, того или иного, там, антидепрессанта, условно говоря. И тогда нам надо будет мишень убрать, в том числе и тревогу. То есть в основном мы должны оценить, есть тревога или нет. Есть тревога или нет. Тревога, да, возможно, нарушение сна, если боли, например, которые мешают спать человеку, да, это тоже важная вещь. И может быть снижение аппетита, да, то, что или потеря веса, да, то, что тоже может наталкивать на выбор, что мы из этого перечня препаратов можем использовать с целью решения этих, да, возможных задач. Я, кстати, забыла сказать, дорогие друзья, если у вас по ходу беседы или давно есть какие-то вопросы уже по этому поводу, вы их пишите в чат, мы в конце постараемся ответить на эти вопросы. Ну, наверное, теперь стоит перейти к каким-то конкретным уже ситуациям, чтобы нам понять в каждом конкретном случае, что назначать. Потому что, да, это вот очень сложная история гастроэнтерологу разобраться в обилии сейчас препаратов, которые есть, потому что раньше у нас был иглонил и амитрептилин. Все. Вот мне кажется, что было два препарата, а сейчас такое огромное количество антидепрессантов, что, ну, какие-то молодые современные гастроэнтерологи, они с легкостью разбираются и выбирают. А вот, ну, мне, например, очень сложно и страшно на самом деле назначать психотропный препарат. Вот этот вот еще вопрос. Это опасно? Да. Вот. Это вопрос про то, что действительно это... Ну, я думала про это, думаю, ну, мне сложно представить, чем можно так напортить антидепрессантам, да, что можно человеку, да, создать какую-то проблему им. Современная группа антидепрессантов довольно хорошо переносима. Может быть, в первые, там, условно, неделю или две небольшие сложности в плане появления, да, начальных, да, так как мы называем, адаптации к антидепрессанту в виде поташнивания, там, и штурчания в животе, потому что у нас процентов 90 серотонина-рецепторов, они в желудочно-кишечном тракте. Так. Он реагирует, да, и поэтому эти симптомы, они даже, ну, по большому счету, чаще всего я клиентам говорю, что мы начнем с маленьких доз, будем их наращивать постепенно, скорее всего, вы ничего не почувствуете, но даже если вы почувствуете, это говорит о том, что препарат работает там, где надо. Да, то есть эти первые, там, условные несколько дней, 3-5 дней, ну, возможно, до двух недель может быть какой-то такой дискомфорт. Но чаще всего, если человек к этому готов и предупрежден, то он воспринимает это как приемлемый этап, да, лечения, и мы говорим, что да, это значит препарат начал свою работу, и дальше мы ждем, да, результат. Ну, вот если взять, например, тот же самый амитрептилин, мне кажется, вот даже очень небольшая его доза вызывает очень сильную сонливость и угнетенность. Вот это же тоже как бы очень неприятный симптом, который может гастроэнтерологического пациента сразу оттолкнуть, и все. Это может быть. Да, амитрептилин является препаратом первого выбора при болевом синдроме. Дозы там должны быть довольно маленькие, не те дозы, которые мы используем для лечения депрессии, но человека тоже можно предупредить, да, не садитесь там за руль, будьте аккуратны. Но потом привыкание, и уже нет такой сонливости. Да, скорее всего, адаптируется человек. Эффект первой дозы, он возможен, да, на любом препарате. Про это тоже стоит предупредить, но бывает так, что да, переносимость его может быть не очень хорошей, и тогда как раз у нас альтернатива выбора. Если нам надо лечить боль, но плохо переносится трициклик, да, у нас есть альтернатива. В виде препарата, влияющих на сертонин и норадреналин, да, долгстинт, венофактинт. Вот, ну то есть мы сейчас должны донести мысль о том, что, во-первых, и терапевт, и гастроэнтеролог может сам назначать антидепрессанты. Рецепт для этого специальный не нужен. Это обычный рецепт. И на самом деле это не так страшно. То есть это не препараты с какими-то ужасными последствиями, побочными эффектами. Единственное, что мы должны сделать в большинстве случаев, как я понимаю, начинать с очень маленькой дозировки и постепенно ее повышать. И предупреждать пациентов о том, что первую неделю или две они могут себя чувствовать немножко необычно. Избегать, наверное, алкоголя, да? Ну да, желательно, чтобы какие-то. Можно показать слайд где-то более подробно? Да, ну да, давайте покажем слайд. Я хотела вот сейчас вас начать спрашивать про различные симптомы и какие препараты при каждом конкретном симптоме назначаются преимущественно. Вот у нас на слайде первое, это болевой синдром. Это что имеется в виду? Ну, история про то, что человек жалуется на боли. Где? В желудочной кишечнике? Да. Ну, хотя болевой синдром может быть хоть где, даже может быть сопутствующие заболевания с болями в спине или фибромиолгией, и эта группа препаратов аналогично будет использоваться. То есть мы здесь... Любую боль, как я сказала, она универсальное свойство имеет. И первым выбором является препаратом первого выбора это трициклический антидепрессант. Это как раз аметрептилин. Да. Его используются очень маленькие дозы. У нас есть таблетки по 10-25 миллиграмм, да? Потом можно будет табличку, да, или могу сейчас, да, пытаться... Давайте, может, сразу покажем дозировку. Или мы сейчас по симптому? Ну, давайте по симптому, а потом уже конкретно по дозировкам. И, дорогие друзья, может быть, вам... Потому что там будет очень много препаратов и дозировок, сфотографировать просто экран, чтобы потом использовать это в своей практической работе, потому что, мне кажется, это очень полезные вещи сейчас мы будем обсуждать. А вот боль, она же разная. Это, например, боль в эпигастральной области и боль при СРК. То есть совершенно разные отделы. То есть мы и там, и там можем использовать аметрептилин, например, да? Так, а кроме аметрептилина еще что-то? Вот вторая группа – это селективный ингибитор обратного захвата серотонина, норадреналина. Как раз вот этот норадренергический компонент, он оказывает противоболевой эффект. То есть любой антидепрессант, влияющий на норадреналин, будет этим действием. Это что она, например? Это дулоксетин и венлофоксин. У нас их два. Был еще и венлофоксин, но он буквально, наверное, год как у нас и ушел с рынка. Ну вот а вы, если бы выбирали между аметрептилином и дулоксетином? Вот смотрите, если это просто изолированный болевой синдром, и нужно только его, условно говоря, подправить, в остальном во всем у человека все прекрасно и хорошо, то препаратом считается с доказанной эффективностью. Первый выбор – это аметрептилин, маленькие дозы, и можно прямо вот его попробовать. То есть нам не нужно каких-то терапевтических дозировок. Если же это человек, у которого сопутствующие, или уже был опыт приема, например, аметрептилина, и он, как вы рассказываете, говорит, я спал, мне было трудно встать, головокружение или там падало давление и так далее, то тогда мы выбираем альтернативу – это вот либо дулоксетин, либо венлофоксин. Между дулоксетином и венлофоксином есть своя небольшая разница. По эффекту на боли они, наверное, исходные. Есть вот эта история как раз, что могут боль убирать независимо от того, есть тревога и депрессия, нет тревоги и депрессии, прямое влияние на боль у них присутствует. Дулоксетин, возможно, переносится комфортнее, отчасти меньше дает побочных эффектов, и на этапе отмены тоже с ним проще обходиться. А почему не начать с дулоксетина? Почему аметрептилин все-таки первой линией? Ну вот доказанный эффективный, сейчас вышел новый обзор, вот он в аптодейте появился в октябре, смотрели людей, пациентов в первичной сети, там порядка 500 человек было набрано, и именно вот аметрептилин, его не сравнивали с дулоксетином, был просто он изолирован, но вот он опять же показал... Максимальную эффективность и купирование боли. Купирование боли, и продолжительность эффекта, там сколько наблюдали, катамнию 6 месяцев, он сохранился. Здорово. А по длительности, вот, например, я всегда, когда пытаюсь назначать антидепрессант, я говорю, вы сразу не почувствуете, вам нужно будет несколько недель или даже месяц, а вот на самом деле как, через сколько ожидать? Видите, там есть такая немножко вилка, да, так называемого эффекта, сначала мы видим побочные эффекты, основной эффект мы не видим как минимум 2 недели. Это важно тоже людей предупредить, потому что когда приходят и говорят, мне ничего не помогает, часто за этим стоит то, что я попил, да, там, дулоксетин 2 дня, аметрептилин принял на ночь и ужасно там с утра встал, и перечисляют целую гору препаратов, которые якобы неэффективны. Но мы должны иметь в виду, что основной эффект как раз противоболевой, или, да, там, на функциональные какие-то вещи проявится не раньше, чем на третьей неделе. То есть первые 2 недели, мы говорим, у вас может что-то быть дискомфортное, но, скорее всего, этого будет немного, но потом мы просто ждем. Это связано с таким, ну, довольно сложным там процессом изменения в рецепторах на постсинаптической мембране, когда они перестроятся, а на эту стройку уйдет как раз-таки 2 недели, мы начнем видеть этот клинический эффект. Да, то есть мы мимо физиологии никак не пройдем. Понятно. Так, ладно, с болью более-менее вроде бы разобрались. А вот еще такой вопрос тоже практически. Вот, например, у нас очень любят пациенты принимать что-то по типу аторакса, там, или, ну, вот какие-то такие на ночь в качестве снотворного, или даже тот же, там, феназепам, там, в маленьких дозах. И вот он говорит, я без этого, там, спать не могу, там, допустим, без этого гидроксазина, да. Правильно я называю? Гидроксизина. Гидроксизина, да. Вот, и тут я хочу ему назначить, например, амитрептилин для оккупирования боли. Как мне понять, эти препараты вообще совместимы или нет? Есть какой-то, может быть, сайт, где я могу посмотреть совместимость? Есть чекеры, да, где можно проверять, drugs.com, или там, ну, в UpToDate, в Медскейпе очень удобное, да, в приложении можно там проверять совместимость. Но чаще всего у них, получается, есть общее звено взаимодействия. Отчасти, ну, для амитрептилина это, получается, побочный эффект влияния на гистаминовые рецепторы, который как раз дает, да, снотворный эффект в том числе. Но где-то это может быть удачной опцией, да, что когда у человека еще и нарушен сон, мы можем ему обещать, что вы будете хорошо спать, и при этом мы полечим вашу боль. Ну, вот дулоксетин, например, можно сочетать с атораксом или нет? Дулоксетин с атораксом, мне кажется, да, вполне. Но посмотреть это можно, например, drugs.com, да? Да, и посмотреть, какие взаимодействия. Вопрос в том, что, по идее, схемы с двойным использованием препаратов, ну, если только его использовать, может, поначалу, когда бывает редко, но на антидепрессанте может отчасти усиливаться тревожная симптоматика в первые, там, опять же, вот эти две недели. Основной эффект развивается, и там тревога уже уходит. И здесь может быть необходимость в так называемых препаратах прикрытия, но это не обязательно. Если мы идем с маленькой дозы, двигаемся постепенно, то тревога чаще всего не появляется, да, и тогда необходимость второго препарата, она отпадает, она не нужна. А вот дулоксетин, мы поняли, что амитрептилин, он вызывает сонливость, и, наверное, проблем со сном не будет. А вот дулоксетин, он нормализует сон или он, наоборот, повышает? Нет, он дневной, да, там, принимается днем, ну, можно и там во второй половине дня. Во всяком случае, на сонливость он не дает. Он, наоборот, повышает активность какую-то, нет? Ну, отчасти может быть, это народоэнергический компонент, но хотя те дозы, которые могут быть эффективны для пищеварительного тракта, может быть, не настолько, да, там, яркий эффект дадут. То есть есть вероятность, что, назначая дулоксетин, нам придется у этого пациента бороться, там, с бессонницей, если он до этого страдал? Нет, 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 не настолько. То есть ничего нового он не вызовет, какого-то избыточного возбуждения нет. То есть если у человека нет психической, условно говоря, симптоматики, соответствующей тревоге или депрессии, его состояние не поменяется эмоционально. Понятно. Так, что у нас дальше? Синдром тошноты и рвоты. Тоже есть такая ситуация, да, когда приходят, кстати, часто такие бывают пациентки, пациентки в основном почему-то, которых бесконечно тошнит. И тоже им все уже проверил, и вот они все время грешат на какую-то эфемерную дискинезию в желчеводящих путей, им узисты напишут перегиб желчного пузыря. Вот, но я пытаюсь объяснить, что тошнота, в общем-то, это не сильный симптом со стороны желчевыводящего. Но он мучительный, да, если у кого-то когда-то укачуло или тошнило, да, жить с этим, наверное, очень сложно, поэтому они ищут помощи. Да, а вот у меня еще была пациентка, тоже хотела, может быть, пользуясь случаем, молодая девушка, которая говорит о том, что раз в три месяца, например, ее ни с того ни с сего начинает, вот беспрестанно у нее начинается рвота, потом это прекращается, и все, 3-4 месяца нет никаких симптомов. На приобследовании поверхностный гастрит, ну, то есть там совершенно здоровая слизистая оболочка, хеликобактер пилори нет, никаких изменений там в желчном пузыре, в поджелудочной железе нигде не находим, то есть я ее, кажется, к вам отправила на консультацию, да, потому что я, ну, то есть я не представляю, чем ее лечить, я говорю, а психоэмоционализм, а стресс вам как-то усиливает? Он говорит, ну, иногда усиливает, но вообще-то у меня все время стресс, но меня не каждый день рвет, а только раз в три месяца. И, в общем, я поняла, что я ничего не поняла, вот можно ли здесь попробовать назначить антидепрессантин. Я думаю, можно попробовать, да, как минимум разобраться, да, потому что то, что стресс какой-то уровня, наверное, он даже нам нужен для жизни, тонизирует и все прочее. Но вопрос про то, что очень важно, когда вот направляете вы, например, да, что есть гарантия того, что что-то соматическое исключено, да, то есть мы тогда уже оперируем в рамках своей компетенции, смотрим, как на это повлиять. Но соматическое вряд ли. Если бы у нее была какая-то органическая причина рвота, это не было бы раз в несколько месяцев. Ну и потом мы ее вот обследовали, да. Да, что уже человек обследован, тогда надо разбираться. Если уровень стресса, то что она под этим подразумевает, да, какой, может быть, там тревожное расстройство и временами на пике, да, вот что-то подобное происходит. Ну, в общем, вот при тошноте, что мы можем попробовать назначить и через сколько, опять получается, через несколько недель только ожидать эффекта, да. Ну, вот опять же, да, препарат Миртозапин, у него есть механизм действия через гидрокситрептаминовые рецепторы там третьего типа, которые как раз влияют на центр ответственности за тошноту. И вот этот препарат является препаратом выбора для таких заболеваний. Это тетрачиклический, да, антидепрессант? Ну, формально, да, они там своеобразную структуру имеют, и к ним можно отнести в том числе и трозодон, да, к тетрацикликам. Вот Миртозапин, Алонзапин тоже может быть вариантом выбора, потому что тоже есть влияние. А он есть у нас в России? Вот то, что Миртозапин есть, я знаю. Есть, Алонзапин тоже есть, это из группы нейролептиков, он не антидепрессант. А, понятно. И тот и другой препарат, они вызывают сонливость. Третьим указан наш Амитрептилин, да, отчасти, да, такой пугающий. Эти препараты все могут давать довольно выраженную сонливость. Начинаем с маленьких доз, небольших, и ориентируем клиента, да, на то, что, да, это может быть, смотрим, да, подбираем. Дальше постепенно наращиваем дозу. Условное правило, минимально эффективные дозы. То есть мы наращиваем дозировку по переносимости и смотрим эффект. Дозу мы попозже скажем. Дозу мы скажем. А мертезапин это тоже нейролептик? Мертезапин это антидепрессант. А что, чем они отличаются, нейролептик от антидепресс? Слово нейролептик такое страшное, если честно. Ну вот условно, я даже в заголовке слайда антидепрессант зачеркнула, да, указал нейромодуляторы. И так римский фонд, они рекомендуют не называть эти препараты, да, там, антидепрессантами, нейролептиками. Потому что за этим тоже стоит какая-то стигма пугающая, да, что это что-то лечит в психике и совсем, хотя мы лечим периферический, да, так сказать, момент, да, этого передачи сигнала. И, ну, в принципе, механизм действий их отличается заметно, да. Мертезапин работает через серотонинергический нейронный контур, а ландзапин через дофаминергическую передачу. Но у них есть звенья похожие, то есть там есть зоны связывания ландзапина, в том числе с серотониновыми рецепторами. И то место, где они похожим образом действуют, оно как раз нам надо вот в плане серотонатического эффекта. И сколько мы тоже около шести месяцев их назначаем или как долго? Вопрос, да, длительность лечения не может быть меньше шести месяцев, чтобы это как-то устоялось, чтобы там произошли те самые изменения нейрогенеза, нейропластичности, требуется время. Вопрос про то, что если не достигнута условной ремиссии, что лучше не стало, да, и там состояние не соответствует, близкое к комфорту, то длительность может удлиняться, да, требуется. То есть это не значит, что вы назначили, засекли время в шесть месяцев и будете отменять. Если эффекта не было, то длительность лечения, скорее всего, не даст. Где-то через месяц, например, мы оценим. Оценка через месяц, да. Если не помогает, то отменяем или добавляем что-то, или меняем. Или меняем на другой препарат, или есть стратегия так называемых аугментирующих доз, да, там, или там добавление препаратов. Там указаны и в болевом синдроме квитиопин и аланзопин. Они скорее в качестве дополнительных средств, если недостаточная эффективность, мы можем их добавлять. А вот скажите, пожалуйста, вот в вашей собственной клинической практике были пациенты с тошнотой, которым вы назначали? Да, вот как раз мертозапином. Помогал? В монотерапии он не помог. Не помог? Пришлось, да, добавлять вот и венфоксин, потому что это более мощная такая схема. Но я думаю, что для гастроэнтеролога начальный этап, да, уже пробы, это будет хорошим результатом. Какая-то часть симптомов может уйти. Если остается еще что-то, можно тогда с коллегами уже думать о более сложных, да, каких-то временах. То есть гастроэнтеролог, наверное, все-таки должен назначать какой-то начальный один препарат, а если уж не помогает, то... Более сложные схемы, я думаю, всегда можно найти, чтобы посоветовать. Всех терапевтов, да. Так, и что там у нас следующее? Функциональное вздутие. Вздутие это тоже, конечно, такой симптом, потому что особенно последнее время, ну, наверное, последние, может быть, лет 10, все женщины хотят все время ходить со втянутыми животами, вот, и они такие все чувствительные, вот эти вот, опять-таки, это все-таки, женщины, наверное, чаще, которые приходят и говорят, у меня кошмарно, все распирает, сдувается, я кладу их на кушетку, потрогать живот, он абсолютно как бы втянутый, там никакого вздутия реально нет, ну, то есть она это ощущает, как будто вот ее все раздуло, все распирает, все неприятно внутри. Мы их сначала пробуем лечить, там, какими-то кишечными антисептиками с диагнозом синдром избыточного бактериального роста, то есть пытаемся устранить избыточное газообразование, но им не помогает. Вот, потом я пытаюсь объяснить, что вообще-то газы должны в кишке образовываться, это нормально, что там живут бактерии, что жизнедеятельность бактерий нам необходима, потому что они делают много полезного, вот, но в большинстве своем все-таки это не помогает, вот, и что делать, да. Да, потому что одна часть про то, что реально может быть вздутие и там какой-то избыточный, а иногда это может быть просто история про разный тонус этой брюшной стенки, да, есть такой даже рефлекс, который реагирует, да, там опускается диафрагма, то есть это может быть история про нарушенную регуляцию мышц, да, там, условно говоря, пресса, там, живота или самого желудочно-кишечного тракта, и тогда как раз-таки история не про то, чтобы убирать, да, эти избыточные газы, их может там и не быть избыточных, как вы говорите, живот плоский, да ничего нет, тогда как раз история про то, что мы пытаемся отрегулировать это взаимодействие, да, там, чтобы мозг и кишечник, они совместно, гармонично работали, и это назначение, вот, считается препаратом выбора, может быть, опять же, это там и трептилин, либо препарат из группы ингибиторов захвата серотонина, ну, или вот есть такой препарат буспирон, он немножко своеобразный, да, он из, скорее, такого транквилизирующего свойства противотревожный, но действует, поскольку он через серотонин, то его действие на кишечник здесь может быть удачным. Вот он вошел, да, в рекомендации по этому. Его тоже длительно, и тоже начинаем с маленьких дозировок, да? Да, они все как бы требуют такого, и на него тоже, если мы обычно от транквилизаторов ждем эффект прям от таблетки, то здесь у этого препарата, опять же, такой отсроченный эффект на третьей неделе, не раньше, да, то есть везде мы ориентируем человека, что надо подождать. А здесь вот вы с чего бы сами начали? Сами препараты? Я бы с ИОЗС, наверное, начала бы. Ингибитор обратного захвата серотонина. Эсцеталопрам какой-нибудь? Эсцеталопрам, да. Один из лучших, наверное, вариантов, он наиболее селективный эффект действия, он действует только на переносчик серотонина. Изолированный только вот там, максимум селективности мы получаем на нем. И были у вас такие пациенты? Теперь опять вопрос помогут. Со вздутием, да. И, ну вот, кого сейчас вспомню, да, наверное, так, на скидку троих, я помню, что очень хороший эффект мы на сертролине добились, этот даже не эсцеталопрам не помог, а вторая попытка на сертролине, она была очень успешной. Так, дальше. Что у нас функциональные боли верхнего отдела? Это, наверное, речь об функциональной диспепсии, синдроме пегастральной боли. Это вот мы уже, наверное, обсудили, да? Но здесь вообще-то другие препараты. Ну, здесь считается, что можно начинать даже с ИОЗС. Трициклики, они идут как бы уже в завершении, да, если не помогла. То есть можно попробовать опять эсцеталопрам, да? Да, эсцеталопрам. И дулоксетин опять, да? Дулоксетин с вимфоксином, да. То есть здесь вот эта вот линейка, она идёт. Так, функциональный запор. Здесь мы начинаем либо вот... А давайте объединим функциональный запор и синдром раздражённой кишки с запором. Можем объединить? Да, можем объединить. У них как раз вот препаратами выбора являются действующие на серотонин и норадреналин. То есть опять избирательные ингибиторы обратного захвата серотонина, да? Норадреналин, это дулоксетин, да, вимфоксин. И может СИОЗС, ну, кроме проксетина. У проксетина есть влияние на мускориновый, ну, антихолинергический эффект, который сам может... Вызывать запоры, да? Да, мы его. И при запоре ни в коем случае не амитрептилин, да? Амитрептилин, да, будет. Амитрептилин, наоборот, у нас, посмотрите, при диарее, при СРК с диареей препарат первого выбора, это амитрептилин, да? Это амитрептилин, да? И опять ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Это, наверное, больше на боль при СРК, да, когда мы назначаем ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Да, что там болевой синдром, если мы ставим диагноз СРК, получается, там же болевой синдром по-любому присутствует, да? Так или иначе, поэтому выбор влияющих на норадреналин в том числе, он оправдан. Так, ну ладно, вроде так основные все моменты разобрали, да? Давайте теперь к... Сейчас найдем тогда слайд про дузы. Так, теперь, дорогие друзья, вот это самый, наверное, сложный вопрос. Когда, какой препарат, более-менее мы разобрались, при каких нозологиях, что мы выбираем. Но я так для себя в голове так примерно отложила, что верхние отделы мы лечим ингибиторами обратного захвата серотонины, а нижние амитрептилином. Нет, неправильно? Ну, вообще, да. Ну, амитрептилин, наверное, про боль, мы можем его, да? А все остальное можно пробовать, даже если какой-то болевой синдром, можно вот дулоксетин и венуфоксин, наверное, это вот. Они вбирают, получается, в себя, видите, как бы два эффекта. И все эффекты серотонинергических антидепрессантов, и плюс еще влияние на боль. Ну, то есть такое комбо, довольно удачное, да, что вот в основных случаях. А вот еще я хотела вас спросить про, если можно, про ком в горле и про функциональную жогу и прижжение языка. Вот есть у вас такой опыт? Потому что, вот сейчас я объясню, у нас очень много пациентов, которых направляют к гастроэнтерологу с сожжением языка. И мы, когда их начинаем обследовать, мы не находим у них никаких рефлюксов гастроэзофагиальных, не находим опять никакой патологии. И частенько мы находим у них аутоиммунный гастрит, и в этом случае мы грешим на недостаток витамина В12, потому что описано, что при недостатке витамина В12, может быть, гласит, и пытаемся витамином В12. Но очень часто это тоже не помогает. И вот есть ли у нас рекомендации по вот этому жжению во рту языка, что назначать? И ком в горле тоже очень частая проблема, и у мужчин, и у женщин. Вот мы все обследовали, ничего не нашли, никаких там опухолей, никаких рефлюксных болезней. А он с этим комом уже 5 лет ходит, всех уже замучил, сам замучился. И вот что назначить тоже вопрос. Если ком в горле, это СИУЗС, это эстетолопрам, или, так сказать, из этой же группы препарата. А если мы говорим про жжение во рту, это скорее вот на... Дулоксетин может быть? Дулоксетин, бенуфоксин, да, то есть двойного механизма, где есть еще влияние на этот болевой компонент в виде жжения. А удавалось вам когда-нибудь справиться с этим жжением во рту? Были такие клиенты, да, и довольно часто это же история про то, когда направляют лоры, когда говорят, все уже, мы все тут и попробовали, да, когда направляют гастроэнтерологи. И, ну да, есть случаи, когда довольно эффективные, и это история про улучшение качества жизни, да, и это, наверное, приятная часть работы, когда ты получаешь что-то. То есть есть. Что долго мучило человека, да, а потом вдруг прошло. Так, ну давайте теперь вот рассмотрим дозировки, начнем с самых безобидных, или это не самых. Сначала у нас идут ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, да. Ну, поскольку они здесь самые популярные, наверное, да, как бы по назначениям, да, если мы берем... Да, у нас препаратами выбора в основном являются влияющие только на серотонин, да, основными задачами у вас получается все-таки серотонин с норадреналином, они препаратами, скорее, первого выбора будут являться. Если болевой синдром, если, да, там диспепсия, дулоксетин, он в капсулах у нас, капсулы бывают по 30-60 миллиграмм, берем минимальную дозировку, 30 миллиграмм. То есть сразу с целой капсулы, не надо ее резать пополам, высыпать? Ну, бывает так, да, что, ориентируешься, опять же, про переносимость, бывает так, что есть задача, да, там как-то и чувствительность повышенная, и говорить, что можно, да, там, не знаю, отсыпать еще как-то, да, из капсулы. Но чаще всего терпимо, да, переносится. Через 4 недели можно пробовать повышать, если эффекта не достает. То есть первый месяц дозу не меняем вообще. Дальше смотрим 60, опять же, 2-4 недели оцениваем динамику, можно 90-120, то есть индивидуально подобрать дозу вполне реально. То есть мы ориентируемся не на вес, не на возраст, а на эффект. На результат, да. То есть когда на какой минимальной дозировке у нас ушла боль и симптомы, мы на этой дозировке остаемся, а дальше, может быть, попробовать снизить, нет, или вот... Снизить, ну, важно добиться стабильности, как минимум 2 месяца ремиссия, да, можно уже ее так называть. Если уж какие-то есть особенности переносимости, можно попытаться снизить, но смотреть, не уходит ли эффект. А так, по идее, на достигнутой дозе полгода подержать было бы хорошо. А когда его назначают? Утром, на ночь, в обед? Утром. Утром или в обед. Бывает, что если двойная доза, да, уже такие более высокие дозы, можно разбивать на два приема, считается, что это оптимальный для долгости на двукратный прием. А вот давайте еще все-таки подчеркнем, какие самые неприятные тут побочные эффекты и при каких ситуациях мы его все-таки будем отменять? Ну, наверное, тошнота, если как-то, которая не ушла, да, через 2 недели, там, или какое-нибудь урчание в животе, или что-то, ну, вот, или какая-то, может быть, тревога. Ну, редко, но может быть, за счет нородренергического компонента повышение давления. Ну, это прям экзотика, скорее. Ну, последить за давлением, если человек склонен, да, к повышению давления, это единственное, что он может... На потенцию, там, на сердечный ритм. Один из тех препаратов, который довольно нейтрален в плане сексуальных побочных эффектов, но сердечный ритм, ну, вполне, он приемлем, да, то есть каких-то ограничений, да, там, жестких для этого препарата нет. А вот вообще пожилым людям, например, вот часто тоже бывают пожилые люди, у которых, наверное, еще есть и все равно и психоэмоциональный компонент, им хочется назначить, то есть это можно и всем? Можно, да. В принципе, он довольно такой приемлемый. Итак, венлофоксин. Венлофоксин из этой же группы. Примерно то же самое, да? Да, но он более, наверное, в плане отмены даже может быть более проблемным. Я там даже акцент сделала, что отменять надо будет в перспективе очень медленно. Есть капсулы и таблетки, начиная тут же, наверное, с таблеток, чтобы можно было делить. Обычно начинаем 37,5, но можно даже пол этой таблеточки, да, там, 18-75 получается миллиграмм, маленькую дозу. Ну, стандартно 37,5 недели, 75 миллиграмм неделю-две. Дальше смотрим. Эффект начинает появляться, да, можно подождать. Или если что-то переносится не очень, там, снизить на более низ. А вот у вас написано 225, и в скобочках при боли выше. То есть это даже не максимальная дозировка? Максимальная дозировка, ну, условная, да, там дозировка 300, но можно до 450 даже повышать в задачах, которые бывают у нас стоят. Это безопасно, то есть такая широкая какая-то терапевтический диапазон от 37 до 400. Хорошо, вот как раз противоболевой эффект, он начинается на более высоких дозах, да, то есть доза считается, там, ну, для долгости на 90 миллиграмм, да, для венфоксина, ну, где-то ближе к 150, да, вот она такая. Но это безопасно, вот повышать до таких дозировок? Ну, опять же, смотрим, если давление может как-то повышаться или что-то субъективно, да, переносится некомфортно. А в целом, ну, я говорю, что как-то сложно представить, что можно как-то очень грубо навредить, да, там, пациенту, навряд ли. Так, понятно, это вот все, это два основных у нас препарата из этой группы, которые мы в первую очередь используем, когда у нас есть боль где-то в желудке, в кишке, а вот там в правом подреберье можем использовать, есть такие функциональные боли. Ну, которые как-то, да, ну, по сути, боль, тут она и есть боль, да, мы ее просто берем как мишень, да, вот выбираем, либо трициклик, и здесь вот тоже доза указана. Да, потому что вот в римских критериях при функциональной билярной боли стоит, по-моему, первым планом все-таки амитриптилин. Ну, то есть, да, амитриптилин. Так, ну, давайте про амитриптилин поговорим, все мы его, в общем-то, по большому счету знаем, конечно, да, но опять с чего начинать, с каких дозировок и как постепенно повышать, да? Ну, дозировка либо самая маленькая, вот 10 миллиграмм, либо полтаблетки от 25, то есть 12,5 получается. На ночь, его назначаем на ночь, потому что он вызывает сонливость, да? Да. Да, обычно, ну, вот смотрим, дозировка считается оптимальной, да, там стартовая для эффекта, стремиться надо как минимум к 25, но если прям плохо переносит человек, наверное, это тоже надо учитывать, да, и можно притормозиться на более маленькой дозе и подождать адаптации как минимум пару недель, да, хотя этот препарат может и довольно быстро давать основной эффект, да, и это может быть, да, таким вдохновляющим. Вот, дозы могут повышаться до 150 миллиграмм, но это уже дозировка такая, которая прям для лечения депрессии может использоваться. 150 миллиграмм, это сколько же таблеток надо, если в таблетке 25 миллиграмм? 6 получается. 6 таблеток в день, на ночь он, например, пьет? Нет, тогда уже разбрасывается в течение дня. Ну, я не думаю, что для основной части пациентов это будет востребована, такие дозы. Ну, а сколько? Чаще всего в пределах 25-50. Обычно этот эффект наступает. А 10 миллиграмм может помочь? Может помочь, в принципе, да, может более чувствительные, да, рецепторы или там медленные метаболизаторы, да, которые маленькие дозы могут быть достаточно ощутимы. Понятно. Так, ну и все-таки давайте еще раз напомню, что у нас три циклики применяются при боли, это раз, и при диарее это два, да, потому что они замедляют моторику кишки, а если у пациента есть запор, то мы стараемся амитрептилин не назначать, да, потому что он усугубит запор. Он может усугубить, да, этот симптом. Есть какие-то еще комментарии тут? Наверное, нет. Ну, вот про мертозапин мы проговорили, да, что это при тошноте, и дозы тоже указаны. И можем пойти на СЮЗС, да, сейчас. А вот прям мертозапин, мы сказали, что при тошноте, да, но еще, мне кажется, надо подчеркнуть, что он очень активизирует аппетит, да. Аппетит, да. И пациентам, которые вот худеют, не могут есть из-за боли. Предупредить надо, да, что на этом препарате, возможно, у вас появится, да, там повышенный аппетит, да, имейте в виду, чтобы это не было сюрпризом, пугающим. Да, это тоже надо обсуждать. То есть решение мы принимаем, по сути, вместе с пациентом, учитывая, да, что мы берем мишенью, что мы планируем использовать, какие могут быть побочные, да, что с этим тогда делать. А вот написано, что мертозапин, у него таблетка 30 миллиграмм, а у вас написано, что начинать 7,5 миллиграмм. Четвертинку. То есть мы на 4 части делим таблеточку, и целую неделю четвертинку пьем. Так, и вы говорили, что очень сильная сонливость, да, от него? Может быть сонливость, да, где-то она может использоваться как дополнительный, да, там нужный эффект, но предупредить про это тоже важно. Аппетит и сонливость. Чем больше доза, тем активирующий компонент может быть более заметен, да, там парадоксально, но это может быть так. И как бы основной эффект, если появляется, это тоже, да, уже дает большую стабильность. А назначаем мы его утром или вечером? Вечером, да, ночью. Так, трозодон, это что? Это тритикопрепарат, он относится к группе тетрациклических. В данном случае здесь он используется скорее с целью дополнительного эффекта. Это куда его назначать, к чему дополнительно? Дополнительно, если есть у человека там нарушение сна, или если мы говорим про гастроэнтерологические симптомы, это идет в разряд, там, в диспепсии, да, или... Ну, что-то шнота опять какая-то, тяжесть? Да. Да? Ощущение там, ну, как бы, что переполненный, да, там, кишечник, там, вот эти вот вещи могут на него реагировать. Ну, то есть это не самый частый препарат для гастроэнтеролога, да? Ну да, он такой, скорее, как дополнительная мера. Так, ладно, давайте теперь к нашим любимым, наверное, ингибиторам обратного захвата серотонина. Это вот они. Да. Это группа, я так понимаю, самая такая легкая, безопасная, которая... Довольно эффективная для многих задач, да, то есть самым избирательным является эстетолопрам. Они, наверное, ну, можно так сказать, делят пальму первенца с сертралином по переносимости и эффективности. Да, эстетолопрам, он, один из вариантов, ну, как бы, эстетолопрам вышел из эстетолопрама, это более очищенный, да, там, левовращающий изомер, поэтому эффект их схож отчасти, да, но эстетолопрам... Эстетолопрам лучше. Более современный, да. А остальные уже, там, флокстин, пароксетин, это то, что... Это какие-то более древние, по-моему. Да, ну, они при этом не теряющие, да, так сказать, свою эффективность для некоторых задач, особенно если есть, там, компоненты сонливости или, может быть, там, выраженные тревоги, то пароксетин может быть, да, и для сонливости флокстин может быть, да, там, вариант, там, выбора более бодрящий компонент. Остальные, вот, эстетолопрам, сиртролин, скорее, такого нейтрального, да, там, сбалансированного действия. Так, и, значит, еще раз подчеркнем, когда у нас есть ком в горле, да, когда у нас есть, что еще, функциональная диспепсия, да, тоже эпигастральная боль подходит. Когда есть запоры, получается, у нас тоже мы СЮЗС можем использовать. И мне кажется, их можно при функциональной изжоге. Да, это тоже одно из... Значит, я правильно запомнила, что при верхних симптомах вот эти препараты подходит. Ну, можно, да. Ну, на самом деле, есть таблички, и можете, да, вот нашу первую, которая у нас была, и еще есть на сайте РИМ-4, РОМ-ФОУДЕЙШН, прям такая замечательная табличка, где расписано, да, при каких металлогиях, что мы назначаем. Так, вот это, да? Вот, наверное, это тоже. Показаны симптомы и какие... И какие препараты. Потому что если не дает эффект антидепрессант в монотерапии, мы сейчас обсуждали то, что мы используем в качестве одного препарата, то мы можем использовать вот стратегию агументации. То есть добавляем небольшие дозы других препаратов или нефармакологических способов лечения и можем улучшить результат. Как раз вот здесь и описано, да, что, опять же, амитрептилин – это боль, боль – это долгстинвилонфоксин, мерцепентрозодон – это тошнота, там, снижение веса, нарушение сна, СИУЗС, вот, если преобладают еще симптомы тревоги депрессии, ну, или вот явление диспепсии. Также мы можем добавлять... А вот смотрите, вот эти препараты – прегабалин, габапентин – это уже, по-моему, более серьезные препараты, для которых нужен отдельный рецепт, да? Для габапентина отдельный не нужен, прегабалин – да. Это что такое? Это габапентеноиды – это особая группа препаратов, которые влияют как раз на нейромедиаторы, которые проводят болевой, так сказать, импульс. И мы можем, то есть, напрямую на эту боль влиять. Если не поддалось на трицикликах, если на СИУЗСН, да, у нас не пошел эффект, то мы можем добавлять эти препараты. Один из вариантов. Или есть ограничения у клиента, или переносимость, да, антидепрессантов не позволяет, мы можем выбирать из этой. Но это все-таки, давайте, нужно сами назначать не будем, будем направлять к психотерапевту. Не, ну, кстати, габапентен довольно препарат такого широкого, очень много неврологи назначают, да, и там, я думаю, что он вполне приемлем для первичной сети. А вот расскажите еще, чем отличаются нейролептики от антидепрессантов? Механизмы действия, в первую очередь. Нейролептики. Нейролептики через дофамин действуют, да. То есть это просто через, в зависимости от медиатора, да? Да, нейронный контур какой, да, или там механизм действия, нас, по сути, больше интересует, получается, серотонин и норадреналин, что участвуют в работе желудочно-кишечного тракта и в болевом, да, так сказать, там аспекте. В данном случае нейролептики, они используются скорее вот как бы с целью аугментирующей терапии или прицельно для какой-то задачи, да, там, тошнота, вот аланзопин, да, или, там, не знаю, нарушение сна и боли, мы можем использовать квитиопин, да, дополнительно к основной. То есть здесь мы уже, не получив полный эффект на антидепрессансе, пробуем добавить что-то в небольших дозах, чтобы его, ну, так, суммарный результат был. Ну, кстати, вот этого аторакса, который очень любит у нас население и назначать терапевты, вот здесь я в ваших схемах вообще не увидела. Хотя, знаете, вот квитиопин, если мы берем его маленькие дозы, да, то как раз он действует по принципу аторакса через гистаминовую передачу, да, он как такой вот, возможно, что какую-то часть эффекта может быть, да, это недоказательно, не имею права, да, про это говорить, но ассоциативно можно представить, что да, аторакс может эту часть эффекта там сопровождать, да, так же, как квитиопин. Так, ну ладно, мне кажется, мы все обсудили, да, с точки зрения тех препаратов, которые у нас самые используемые, самые эффективные и доступные на сегодняшний день и проверенные уже на практике, вот. Теперь какие у нас еще вопросы по, может быть, как коммуникации, что-то вы хотите от себя добавить, да? Мне кажется, коммуникация – это такая история важная, про что я говорила, да, это врачебное решение и то, как мы его реализуем. Это про то, что надо человеку объяснить и рассказать, да, что мы делаем, как мы делаем. И, наверное, история про то, как эта коммуникация может быть выстроена, да, и здесь я указала какую-то часть, можно на слайде тоже показать, основных моментов, которые, если это важно, могу про это проговорить, что может быть акцентами в беседе с такими клиентами. Важно слушать, да, они говорят иногда многое, это утомительно, это может быть сложно, но это важный момент, да, услышать и дать понять, что вы услышали. Где-то можно уточнить, потому что человек может ходить многократно, и важно иногда прям задавать вопрос, а что вас сегодня привело, чем вы считаете, я могу вам сейчас на этом этапе помочь? И тогда как бы может уже более конструктивное взаимодействие складываться. Конечно, важна эмпатия, да, говорить, что да, я вижу, вы измучены, да, вам тяжело, вам плохо, потому что люди чаще всего не получают такой, да, условной понимания и поддержки. И, конечно, очень важным этапом ставить реалистичные цели, да, то есть мы не можем обещать, да, что мы вот сейчас возьмем, все вылечим, это бывает, это часто бывает, это важная стратегия, но говорить, что давайте мы сейчас будем пробовать справиться вот с этой симптоматикой, да, мы посмотрим, как это будет, можно, может быть, обсуждать, что мы можем ее уменьшить на какое-то количество, если она пройдет, это будет приятный бонус, да, но мы будем хотя бы не получать разочарование, да, в целом от лечения. Важно обучать, то есть рассказывать про то, как устроено, про то, что вы рассказали, как вы прекрасно объясняете, да, клиентам, как оно там все взаимодействует, что происходит в кишечнике, что в мозге. И это уже дает понять, что вы понимаете, что с ним происходит, и вы знаете, что вы лечите, а не просто, да, так сказать, назначаете какой-то препарат для нервной системы, чтобы он там... Отвязался. Они примерно так и реагируют. Да, это же очень обидно, это же кажется, что вот уже ничего не хотят, решили из меня сделать, да, там... Психа. Вот, а это вопрос про то, что мы понимаем, какая-то тонкая настройка сбилась, да, и нам важно, что мы ее будем подправлять. Послушайте, если машина не едет, то неважно, да, там какая деталь отвалилась или это просто что-то закоротило, да, и вот этот этап очень ценный, что можно объяснить. И варианты помощи мы обсуждаем совместно. И важный этап, наверное, против выгорания устанавливает границы звонков, длительности приема, переписок, что тоже может быть очень непростым, да, в таком процессе взаимодействия. Для особенно тревожного пациента, которому ничего не помогает, который постоянно переживает. Да, у которого вдруг опять новые симптомы, который снова испугался, который опять хочет разубеждения от врача. То есть это история про то, что нам нужны какие-то такие вот реалистичные вещи. Так, давайте тогда нам вопросы. И я хочу обратить ваше внимание, те, кто будет смотреть у нас не в прямом эфире, а потом где-то в записи, вы тоже пишите свои вопросы ниже в комментариях, и мы будем их периодически просматривать. И если они будут, будем стараться отвечать на ваши вопросы. Так, здравствуйте, добрый вечер. Добрый так. Какой физиологический механизм обеспечивает такую быструю реакцию кишечника на стресс при синдроме раздраженной кишки? Ну, там есть компонент повышенной чувствительности, есть компонент центрального реагирования. То есть, по сути, стресс играет роль не только в моменте, но и тот стресс, который был когда-то изначально у человека, и даже условия того, как человек рос в детстве. То есть некий совокупный компонент в целом реагирования нервной системы. И синдром раздраженной кишки – это история про то, как эта регуляция может быть такой вот нестабильной. Ну, а вот именно в моменте вот что-то случается, ну, там, кто-то на тебя накричал, и вдруг заболел живот. Это вот за счет каких-то нейромедиаторов, которые выделяются? Это вот как раз возбуждение, да, гипервозбуждение, оно на уровне нервной системы, на уровне кишечника, да, это одно и то же, по сути, да, звено. Везде нервная система реагирует. А раз там оно уже чувствительно, оно и этим звеном проявляется. Сосуды более сильно, да, то есть у кого-то сосуды спазмируются, как я объясняю своим пациентам. У кого-то сосуды спазмируются, у вас спазмируется кишечник. Уже там, да, там эта больная мозоль, условно говоря, она и тут себя проявит. Так, какими методами обследования можно убедительно исключить органические причины желудочно-кишечного расстройства? Ну, это очень сложный вопрос в зависимости от того, где у пациента болит и какие у него симптомы. Мы проводим эндоскопические исследования, ультразвуковые, рентгенологические, там, лабораторные обследования. И, ну, это надо каждую нозологию обсуждать отдельно. Для каждой нозологии есть свой обязательный перечень исследований, который прописан для каждой нозологии, там, в клинических рекомендациях. Поэтому, и, конечно, при каждой какой-то серьезной жалобе мы в первую очередь исключаем органические изменения у пациента, прежде чем поставить функциональный диагноз. Ну, это прописано в любой, в каждой рекомендации по функциональному расстройству, что это диагноз исключения. Так, к какому возрасту должна нормализовываться моторика кишки у маленьких деток? Это вы знаете? Вот я не педиатр, к сожалению, да, даже. Ну, что имеется в виду под моторикой кишечника у маленьких детей? Не знаю. Вот я тоже не педиатр, поэтому надо пригласить нам педиатра, и мы ответим вам на этот вопрос. Ну, и он такой немножко расплывчатый. Так, при каких психических расстройствах чаще всего могут наблюдаться кишечные нарушения? Тоже какой-то... Ну, здесь вопрос, наверное, он немножко, да, наталкивающий, что вроде бы психические нарушения, и как следствие расстройств. Ну, это две вообще параллельные истории. У человека может быть... То есть это не связано. Если у человека есть шизофрения, это не обязательно, что у него будет там... Есть история про коморбидность, что при синдроме раздраженной кишки достаточно много людей, которые проявляют симптомы тревоги, да, это их больше 50% людей, что такие симптомы могут быть. Наверное, вот это вот важно. Почему я ориентирую... Потому что все люди с синдромом раздраженной кишки, у которых болит живот, они просто, да, очень и тревожные, и легко возбудимые, и обидчивые. Ну, это прямо описано во всех учебниках про педевтики, поэтому... Ну, есть история, да, про чувствительность нервной системы, да, ее такую реактивность. Пациентка достигла ремиссии. СРК на фоне терапии амитриптилином принимает уже полгода. Как правильно его отменять? И стоит ли? Может, до года продлить? Ну, считается, что лечение все-таки курсовое, да, полгода может быть достаточным этапом, и пробовать отменять – это разумная стратегия. Отменять постепенно, то есть снижая дозу, да, там, на четверть или на половину, и там, на несколько недель. То есть резко мы не отменяем, и амитриптилин может иметь, да, некий синдром отмены. Как раз его мы и убираем, если мы это делаем постепенно. Если же симптомы как-то будут возвращаться, тогда... На фоне отмены возвращаются, тогда мы возвращаем амитриптилин. Логично. А как долго его вообще, там, 10 лет его можно применять, или не стоит? Ну, в принципе, эти препараты рассчитаны на многолетний прием, если мы говорим, да, про антидепрессанты, потому что многие состояния требуют, ну, психиатрические, если мы говорим, они могут требовать многолетнего или иногда даже пожизненного приема. А есть у них какие-то вот долгосрочные такие побочные эффекты? Вот у ингибиторов протонной помпы мы на каждом углу кричим, что там это остеопороз разовьется, атрофия слизистой оболочки, пациенты боятся. У антидепрессантов вот есть какие-то? Ну, у СИУЗС нет таких эффектов, да, у нейролептиков могут быть, там, в зависимости от дозы мы отслеживаем, то, что изменения в крови, там, возможные, да, отменения холестерина. У амитриптилина нет, во всяком случае, в протоколах не прописано, что мы обязаны, да, с каким-то интервалом наблюдать, да, эти побочные. То есть вы прямо вот у меня в голове развеяли миф, что антидепрессанты – это очень опасные препараты. Замечательная группа препаратов. То есть у них что даже нет… Хороший эффект, минимум побочных, да, там, мне кажется, это такая благодарная очень группа средств. А еще люди очень боятся, что вот у них изменится, что ли, структура личности, что вот они были такими, например, яркими, креативными, там, реагирующими, еще какими-то, да, и тут вот они начнут пить этот антидепрессант, они станут спокойными, уравновешенными, сонливыми, это буду уже не я, и зачем мне это нужно? Частая история, да, этой тревоги, что меня, условно говоря, посадят на антидепрессанты, или я изменюсь, да, ни то, ни другое не относятся к правде, да, это все мифы. Как раз-таки антидепрессант никак не меняет ни характер, не влияет на личность. Скорее мы говорим о том, что мы улучшаем качество жизни в той части проблем, которая существует, все остальное не изменится. Если же говорить про переносимость, и какие-то аспекты качества жизни меняются, да, на разных… на антидепрессантах, ну, может быть, там, условно, да, 10-15% мужчин и женщин могут столкнуться с сексуальным побочным эффектом, да, там, трудности в достижении оргазма или отложенной экуляции. Да, это история про качество жизни, да, мы это всегда обсуждаем. Если это как-то мешает, да, мы, там, как говорится, лечение для жизни, да, а не жизнь для лечения. Это ингибитор обратного захвата сортонина, да, чаще всего? Да, долгстин в этом плане нейтрален, венфоксин тоже может какую-то часть этого вызывать. Вот это, наверное, то, что может как-то влиять на качество жизни, это тоже можно обсуждать. В остальном довольно такая группа-то вдохновляющая, характер не меняет, зависимости точно дает. История про антидепрессанты часто связана с тем, что их пытаются отменить раньше, чем требуется, получаются, да, ухудшения, и создается впечатление, что без препарата я держать не могу. Да, кстати, вот это тоже есть такое представление. Пока я пью нехорошо, отменяю хуже. История, скорее, про то, что эта ремиссия не закрепилась, да, не выдержан этот полугодовой минимум интервал. Для многих заболеваний требуется год лечения, да, минимум. Это тоже важно обозначать в самом начале, да, не так, что человек придет через месяц, скажет, нехорошо, я буду отменять, да, вы говорите, ой, подождите, а все-таки это на полгода, да, это будет такой неприятный сюрприз. Но вот это же, с одной стороны, логично. Вот мы такое долгое время угнетали обратно захват серотонина. Вот у нас в этих щелях все время этот серотонин плавал. Нам было хорошо. Потом мы убрали эти препараты, серотонина стало мало, и нам опять стало грустно. История не такая. Там механизм действия другой, да, поначалу есть этот серотонин, и мы чувствуем это, если человек принимает, он чувствует этот избыток серотонина в виде как раз поташнивания, да, и всех вот этих начальных побочных эффектов. Потом перестраиваются постсинаптические рецепторы, да, Они меньше реагируют. Да, адаптация происходит к побочным, и начинает развиваться основной эффект, который как раз связан с правильной работой нейродного контура, и в том числе выработкой там других нейромедиаторов. История-то про действия антидепрессанта, это не то, что мы даем какое-то большое количество серотонина, а сам нейронный контур начинает работать так, как надо, да, то есть там происходят процессы нейрогенеза, нейропластичности, и когда это все начинает гармонично работать и работает долго, убирая антидепрессанты, мы оставляем все в том. Мне прям уже самой захотелось решать их пить. Спасибо вам большое. Ну, в общем, дорогие друзья, резюме такое, как мне кажется, что мы должны перестать бояться антидепрессантов, мы их должны более широко назначать, чтобы помогать нашим пациентам, потому что во всех современных рекомендациях по лечению функциональных заболеваний всегда эти препараты стоят чуть ли не на первом месте по своей эффективности. Ну, а если вдруг по каким-то причинам вам не удается самостоятельно справиться, то тогда, наверное, стоит направить этого пациента к специалисту, который умеет комбинировать препараты, менять их, понимать, в чем причина неудачи, и все-таки таким образом пытаться помогать нашим пациентам с функциональными заболеваниями. Спасибо вам большое, что вы пришли. Очень интересно, правда, и полезно. Мы все эти схемки себе сохраним и будем использовать. Спасибо вам большое за ваши вопросы и внимание. До свидания. До свидания.